Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Ушмыга, сегодня поиграем в игру под названием Энджелу Ин Димон, и это у нас новая локация, Хэппи Спар, счастливый бар, мазафака. Так, сразу нажимаем тапчик, чтобы понимать, к кому можно на что обратиться. Здорово, мужик. О, наконец-то я увидел гаджет, у кого-то в руках, ура! Отчистить завтра тел? Че? Отличное дугостеприимство. А, сам понимаешь. Автозамена. Писал, рад за тебя. Делаем вид, что поверили. Слушай, я сам на 90% вот так вот общаюсь, но не стоит зло-злоупотреблять. Как говорят, следующий шаг резиновая женщина. Он, ну, он ему, короче, по мобиле только... Не могу по-другому. Только по мобиле ему... Погоди, это че, какой-то челлендж? Ты только скажи, я в деле. Аватар. Че? Расскажи. Это может сильно помочь моему каналу. И мы ему тоже. Автоавария. Эх, жаль. Я рассчитывал на крутую историю. То есть... О, чувак. Я опечатал на телефоне за рулем. Снова автозамена? Если нет... То ты гад. Ублюдок. Поддерживаю. Некогда было тормозить мой Феррари. Почему ты просто не позвонил? Позвонил? Сейчас все общаются через сторис в инстаграме. Ребята из ада не особо подумали, лишив тебе голоса. Это никак не подействовало. А, теперь я могу всех игнорить. Но, честно говоря, тут особо не пообщаешься. Через текст. Ты, похоже, не шаришь в правильной жизни. Морские воежи с тёлками, нелегальная охота, алкогольные вечеринки. Избалованный богатый козёл. Так, было приятно поболгать с тобой. Подожди, а мы можем вот так сделать? Тихо. Так, можем, да. Так. И у нас по табу вход только и всё. И мужик, охранник. Охранник, здорово. А, нет. Можно нам войти все чудесные здания? Для меня вы не выглядели как посудителя. Даже я? С домашними животными запрещено. Ну, камон, запусти нас. Мы не можем стать, как вон те трое модных подростков. Да, запрещают определенным личностям. Заходите наслаждаться баром. Ну, и как ты определяешь? Какие мы личности? Он не знает слова степень. Я задарю вопросы. Ээээ, испытай нас. Наверняка хочет понять, что мы достаточно крутые, чтобы посещать такие заведения. Давай прикинемся покатенькими сынками. Ладно, давай свои вопросы. Ладно, первый вопрос. Какой штраф за сбитого машины пешехода? Ты разрушал жизнь, и пешеход даже не стоит постараться, чтобы не все нормально тачкам. Штраф, штраф. Кто-то, как-то я запускал одну игру, и там за это давали очки. Это был вопрос с подвохом, да? Вопрос номер два. Сколько в среднем стоит поесть? Тупой вопрос. Один работает лишь, чтобы хватило прокормиться, а другой не знает слов дорого-дешево. И ест чисто ради удовольствия. А зайди немного, кореш. Я могу расплакаться и разрушить свой брутальный образ. Вопрос номер один. Один, два, три. В чем смысл жизни? Идти своим путем. Я отвечу. Когда конец жизни будет поближе, тест провален. Выметайся отсюда. Тест провалили. Так, а его можно сфоткать? Он меня не убьет за это? Нет, все нормально. Так, хорошо. Значит... Так, 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 ладно, давай еще разок. Открывай ворота вообще. Можно найти все чудеса здания? А, ну это я видел, да-да-да, так. Это все, фейс-контроль. А, так и все. Так, значит, надо отвечать на вопросы правильно. Так, давай первый. Значит, я хрен знает. А что я отвечал? Штраф? Типа, или что? Давай второй. Чего он должен платить за ущерб? Вопрос номер два. Только в среднем стоит поесть. Так, это мы читали уже. Не люблю математику. Просто сдаешь кредитку и готово. Вопрос номер один. Один. Три. В чем смысл жизни? Да нет никакого смысла. Вперед жизни все, что нужно. Блин. Так, еще раз давай тогда, испытай нас. Нам нужно, нам нужно прикинуться богатеньками. Так, а я не помню, какой был, я не знаю, штраф, пешеходы. Твоя душа уже никогда не будет в покое. Ага, какая автостраховка. Вопрос номер два. Так, это мой, да? Не знаю, что ты имеешь в виду для этого человека, готовьте дома. Тупой вопрос. Один работает лишь, чтобы хотя бы покормиться, а другой не знает слов дорого-дешево. Есть, чисто ради удовольствия. Это было. В чем смысл жизни? Я не знаю. Идти своим путем, стараться быть добрым, это бессмысленно. О, мы прошли. О, Кэль, ты прошел тест на золотую молодежь. Стоп, выпускать сюда смерть всяких монстров, но не золотую молодежь? Именно. У него должно быть тут что-то недостижимое. Ух ты, это выглядит реально справедливым. Так, теперь мы можем зайти в бар, хорошо. Так. Боревич. Боревич вечное зло. О, это чувак из Оно? Прикольно. Опа, Стоп Андрей, странный. У меня интересует сомнение, что я уже видел этого парня. Ну вот это улыбка. Может он был сейчас? Я другим голосом, короче, ладно. Так, странный чувак, сфоткаем странного чувака. На всякий случай, может быть это в дальнейшем нам поможет, потому что... Потому что не знаю почему. Шарик. Ставь эту кровавую сферу в покое. Единственное, на что приятно глянуть, вспоминай старые добрые времена. Слышь, Димон, надо заставить его забыть про шарик. Вообще про все забыть. Ази, можешь начислить его, расправшись дырка в его башке? Так, значит, надо его напоить, чтобы он забыл, и мы заберем шарик. Зачем нам только шарик? Давай пообщаемся с ним. Первый знакомый мне здесь личность. Вечное зло. Приятно встретиться. Да, когда-то я наводил страх на крутых парней. Держал в ужасе целый город. Но все в прошлом. А че случилось, приятель? Перестали приглашать на детские праздники? Не упоминай детей. Ненавижу этих увлётков. Проделали мне дыру в голове своей рогаткой. Детское воспитание становится все хуже. А че ты так наливаешься-то? Боль слишком большая. Как и дыра в голове. При таком раскладе ты останешься здесь навсегда. И это точно неплохо. Я его знаю. Самое жуткое сознание во вселенной. Прежде чем такое утверждается, гляни в мой район. Так, музыкальный автомат, погнали. Дадим рока в этой дыре. Так, еще есть карты у нас. Игровой стол. Подожди, а вот... Так. Мы не можем ничего? Мы не можем на музыкальный автомат? Не можем. Так. Это. Нам это пока ничего не дает. Так, на вечное зло. Пульк. Блин, нет. А подожди, а Димон не может забрать шарик? А Димон не может его взять? А пустой стакан? Так, игровой стол. Э, че тут у нас? О, это все, адские игры. Смотри, это Джейсон, а это из Кошмарного мультивязов. Так, погнали дальше. Бокал. Мы тупо бокал двигаем. А мы не можем бокал достать флюгером. Нет, не можем? Блин. Так, а на тебя можно сделать вот так? Холинг. А это ему вообще не... Говорят, бутылку. На меня смотрят, вон та бутылка. Что хочешь за нее? Она ваша. О, да вы тут бесплатно не достаньте. А, вот алкоголь, пожалуйста. Вау. Никогда не видел еще такого трюка от бармена. Никаких фокусов. Хороший бармен, властелин своего царства. Кстати, ребят, не в службу, а в дружбу. Вы выглядите достаточно крепкими. Видите того пьющего парня? Ты о том с дыркой во лбу? Да, он мне не нравится. Он слишком много пьет никаких. И никак не остановить его. Ты бармен? Не любишь клиента? За слишком много заказов? Я нашел еще один парадокс во вселенной. Никаких человек, помни. Никаких чевых, помнишь? И уборщика, кстати, тоже нет. Даже не смотри на меня своими черными глазницами. Да, ребят, если вам не нравится озвучка моя, то, значит, вам не нравится. Я стараюсь озвучить всех разными голосами, поэтому, да, идите нахер. Ой, в смысле нет. Ну, да, отстаньте, короче, от меня. Так, здорово. Портрет. А кто тут что-то донул на портрете? Эээ, Говард. Хороший парень был. Был? Он был репортером или типа того. Всегда таскал с собой вот-вот, карандаш. Ему, похоже, был очень интересен ад. Он с удовольствием рассматривал окружение. Болтал с местными. Так что же случилось? Заказал у тебя что-то выпить? Заказал. Ну, после. Сечешь? После. Он что, пытается нам что-то сказать? Он на нас часто везет боссу, и с тех пор... Улыбка навсегда покинула его лицо. Эээ, а чё новенько в аду? Только посетители. Хотите чего-то выпить? Ну, какой сегодня коктейль дня? Сомнительное вида вонючая слизь. Лавина магазов продают такую жидкость. Страшный с зашитым ртом. Вот это, я понимаю, наказание для бармена. О, и без чаевых, да? Я всё ещё могу говорить. Не такой силы, чтобы отнять эту возможность у бармена. Эээ, так, хорошо. Хорошо. Так, мы пойдём с охранником тогда поговорим, но это последнее, что тут надо сделать. Легче, легче. А что ты охраняешь? Какая-то VIP-комната? Это личный офис босса. Никаких посетителей ещё. Следующие сто лет. Откуда ты знаешь? Не вижу, у тебя чё-то похожего на список. Список в моей голове. Он врёт. А раненько в голове ничего нет. А может, ты как-то черканишь меня в список посетителей? Нет, я пробую тебя на кусочке, если попытаешься. Разве что, курьер с заставкой. Какая ещё доставка? Какая ещё доставка? Это ты должен знать. Эээээ, так... Никуда не ходи, я вернусь. Так, может быть, с барменом надо поговорить? О! А то твой всемогущий босс пьёт эту же жидкость. Не-не, босс пьёт особую, холодную смерть. Можешь замутить мне холодную смерть? Я был рад, но для этого нужен лёд. А достать его здесь весьма непросто. Ну а в каком баре может быть не быть льда? В адском. Это же твоя работа. Продавать половину стакана льда. По цене алкоголя. Но вам же надо срочно, так? Я же не спрашиваю, как лотовать твое тёмный, друг. Так что давай сотрудничать. Скажи ещё слово тёмных, я тебе укушу. А где взять лёд? Только не говори, что нужно жить, пока ад замёрзнет. Ждать не надо. Есть человечек в горах. Но он тяжёлый в общении. Может он умер? Это просто шутка дня. Окей, ожидай. Зима близится. Так, пакета. Значит, нам нужно отправиться в другую локацию. Да, я вот этого и боялся в этой игре, что... Нам нужны, короче, ножницы вообще, по идее. Подожди, а вот тут больше ничего нету? Тут только карта. А чё мы можем с картами сделать? А, шампусика, кстати. Понял. Плюгер. Димон. Я понял, отстань. Так, пустой стакан. Так, а подожди, пустой стакан вот на него не полезет? Неправильно, да? А подожди, а почему я стакан-то пустой? А я только отодвинул стакан почему-то и всё. Ладно, может быть так было задумано. Погнали. Ну, пока ничего не делается, поэтому... Я так понял, мы прикинулись этим водителем, вот этим. А он не может зайти, потому что тут больше ничего нету, да? А, и всё. Тачки-то тут. Серьёзные тачки? Жаль, что смеют здесь воду. Так, давай на выход тогда отсюда. Значит, он сказал, в горе есть какой-то ад. Ой, ледяной ад. На горе, он сказал, есть какая-то штука. Так, здесь что, смотрим сразу. В смысле, как не откинуть копыта от Холда? Может заклинание? Единственное, что помню против Холда, это песня. Песня? Мне это нравится. Одна девчонка разругалась с сестрой, потом она спела эту песню и стала повелительницей Холда. Правда, злой. Звучит, бутана ведьма. Ну что ж. Новый день укажет путь. Стоп, правователи этой песенки, досад у меня даже здесь. Так, значит, лёд. Что за лёд? У меня пушка! Это он сруганулся, типа да ос. Да ос. Так, рука. Что с рукой надо делать? Ух ты, стильный декор. Бляха медная, да эта штука жива. Как поживаешь? Хе-хе, рад встрече. Я блогер с миллионом подписчиков. Почти. А мой друг? Чё он хочет? Да, братишка. Хочешь немножко адского флоу от меня? Молитесь и бойтесь. Власти подстилки. Я словом мне в голову сильнее дубинки. Разве это не чума? Скажи. Мощная рифма. Хе-хе-хе. Чё? Твои уши просто куски кнохлого мяса. Мы могли бы круто вести канал вдвоём. С этой штуковиной. Хе-хе. Так, подожди, а можно... Стопэ. Я сказал Стопанский. Так. Ой. Опа. Включаем Инстаграм. Без понятия о чём ты. Но я за. Спасибо. Так. Это мне что-то дало? Наверное, ничего не дало. Так, давай тоже тут всё проверим на нём. Так, шампусик. Тихо, Стопанский. Димона. Понял. Так, там было ещё, да? Чё-то, да. Реинкарнатор? А это что это такое? Плохой выбор. Задержи дыхание. Да, да, смотри! Чё случилось? Потому что я вижу цифра... Одинсмисс. Одессит. В этом твоя радость? Я чувствую себя самым счастливым человеком в аду. И, по-приняне, железному бомбушку? Люди не меняются. Где ты нахватался таких глубоких мыслей? А, мы... Мы... Мы, короче, сделали крутой телефон. Мы сделали, типа, место десятого айфона одиннадцатый. Круто, круто, круто. Так, пустой стакан мы пробовали же вроде, да? Хорошо. Флюгер? Нет. Шампусь? Нет. Димон? Не-не-не-не-не. Ну, блин, я чё-то не прочитал. Дай ещё раз. А вдруг ты станешь дракону? И спалишь это место? Да, отшла. Так, ладно, он туда не хочет. Ладно, давай поговорим с этим Даусом. Я надеюсь, у него поменяется голос хоть на что-нибудь. Привет. Ты говоришь на чем-то без иероглифов? Чем-то без иероглифов? Или только на языке силы, а? Будь попроще. Я не особо собираюсь с тобой махаться. А то вас всегда показывают каратистами. Я могу говорить. Но ты не хочешь слышать. А мне, в случае, не твоя могила? А ты просто дух, да? Это духовная лестница, ведущая только наверх. Окей, Димон, переведи. А-а-а, что я не использую, старик? Я слишком старался, и в воле небес столкнул меня в эту офигенно холодную яму. Так. Как ты умудрился заморозить ад? А? Это все воля небес, сука. Небес? Я думал, здесь как бы другой уровень. Ну, типа, ты понял? Воля небес существует даже без небес. Восточная философия такая сложная. А ты тут, типа, укрепляешь свой дух, да? Медитация и все такое? Нет, глупый юнец. Жизнь — это река. И мой лист угодил в мутный ручей. Э-э-э-э, чего? Он к тому же, что фигня случается. Я умирал, как обычно. Ожидая переродиться. Но он настоял очнуться, и я в аду. Ты сказал, как обычно? Это у тебя было, что ли, несколько жизней? Как у всех нас. Только не каждый это осознает. Это было удобно. Я был купцом. Когда покупатели обнаруживали моих ахинации, то казнили меня. Я прирождался и начинался сначала. Я думал, что если ты был плохим парнем, то уже не станешь нормальным человеком. Не-е-е, ерунда. Пару месяцев жуком-навозником, потом червем. Потом уже не помню кем. Но после всего, я снова человек. Я стал чиновником при императоре. Наверное, зря я решил хитрить с его деньгами. Забыл, что император это называет сыном небес. За этот грех меня и покарала воля небес. Рава судьи работают только для богатых. Так. Ты чё такой дерзкий? Тебе что, мало холода? Тебе что, шелка пацанам кусочек льда? Моя гармония сместилась. Холодный инь. Превалирует над яань. Эээ, Димон? Он хотел держать зад в тепле. Я думал, у тебя и так от злости сзади подгорают. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, хорошо. Значит, ему нужно... Его нужно типа согреть. Правильно я понимаю? Так, а чё со льдом? Так, здесь ничего. Так. Здесь ничего у нас больше нет. Что мы выяснили? Ни хрена мы не выяснили. Что там за неметы адские котлы? Ага, специально для любопытных очковиков. Так, туда мы нельзя в побережье. Ну, я понял, понял, понял. Так, короче, туда нельзя. Так, чё тут у нас есть? Только туда, на адский вокзал. Так, а мы же там всё вроде, нет? А-а-а! Слушай! Слушай, там же был этот! Пойдём-ка кресло. Да, значит, если вы это слышали, то, значит, в режиме записи кто-то подписался на канал. Да? Да. Вроде как. Не знаю. Так, значит. Нам вот этот свитер нужно забрать. А как его забрать? Подожди, может быть... Так, может быть шампусика на него? Понял, да, понял, понял. Так, может быть новый этот? Ага, нет стакан. Не, это мы всё делали. Так, подожди, а что на танк? На танк что-то ещё можно было, да? Может быть танк сфоткать? Но сфоткать это ничего нам не даёт, по идее, да? Так, немножко чайку отхлебнуть. Так, а чё-то надо с удочкой сделать, да? Эй, это государственная шампа. Использовать без моего разрешения. Такого государства? Да это мы читали, да-да-да. Да-да-да-да. Так, слушай. Так, с ним побазарим немножко. Тут милый пёсик. А это мы всё брали вроде, да? Подкупить его. Подожди, может быть телефон ему новый дать? Нет, это не будет. Так. Что у нас новое есть? Шампусика, может? Слушай, Димон! Может нам не стоит просто вот так прям отдавать бутылку? Может положить её в пакет? И таки на коробку конфет? Где ты такого насмотрелся? Пусть скажешь спасибо, что эта бутылка моим в башку не брал воню. Мистер П, let me speak from my heart. Примите этот презент, как благодарен за всю вашу работу. Так, шампусика сюда надо. Я всегда говорил, что наше молодое поколение ещё не потеряно. Так, подожди. И можно воспользоваться удочкой, правильно? Да. В этом зелёном вонючем море что-нибудь вообще живёт? Некоторые организмы выживают везде. Правда вы, да, мистер политик? Не каждый наживка выживает в этой воде. Так, ну мы вроде это всё читали. Так, значит, мы можем воспользоваться удочкой. Крючок весь в коррозии, словно после кислоты. Это что, море колы? Так, смотри, можем... Так, удочкой мы можем пользоваться. Эй, если ты персонал в этих мирах, то тебе, наверное, вы выдали универсальное тело для работы в любых условиях, да? Стоп, 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 стоп. Ты к чему ведёшь? Я туда нырять не буду. Ну ты же совершенный инструмент. Сам сказал, помнишь? Можно отводить, Жак, клюнуть подводные цыпочки? И кроме того, ты же не можешь умереть. Ладно. Сделаем это. Погоди, я бессмертный? Ну, 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 как же боль? Ну... Так, подставили, короче, братишку. Подставили братишку. Опа. Он что-то... Отлично лов, как водичка? Не хуже, чем в гудзоне. Так, значит, мы можем рыбку взять. Теперь смотри, скорее всего, рыбку можно будет вот сюда засунуть ему в пасть. Правильно я понимаю? Ну-ка. Да, нормас. Отлично. Поела, псина. Я до конца не уверен, кто кого съест. Теперь свитер можно взять. Еее! Всё, пойдём монаха оденем. Воняет! О да, узнаю аромат. Прямо как мой. Так, погнали, значит, туда. Слушай, а зачем мы улучшили этот... Завози Тарантас. Сейчас, подожди, что я хотел сказать-то? А зачем мы поменяли? И был смысл, что мы айфон лучше сделали? В чём отличие 1.10 от 1? Я не знаю, у меня айфона нету. Поэтому я не могу вам ничего сказать, ребят. Да, у меня никогда и не было, но вот. Поэтому я не знаю. Так, свитер, держи, братан. Как начало вот такой штучки? Натуральная мёртвая шерсть. Мой баланс такой вещиц не уравномесишь. Он недостаточно тёплый. А пойдём попробуем сюда. Но он же увеличивает. Может быть, он сделает нормальный, типа, свитерок. Отлично. Абра-кадабра. Да ладно. Электрический обогреватель вместо свитера? Серьёзно? Это так работает? А, блин. Я чувствую, как энергия ци согревает меня. Постой. Здесь же не прошла электрификация. Как ты можешь греться? Это же просто кусок холодного металла. Как моя девушка? Вредные мысли, медицинство. Работает не хуже электричества. Кроме того, воля небес не должна убедить меня согретым. А то бросит ещё в костёр. Ах ты старый хитрый жук. Так подожди. А льда дай? В смысле? Подожди. А как же лёд? А! Стопэ, иди нах. Да, он, наверное... Вот теперь я могу взять лёд. Да, отлично. Всё. Льдина есть. Льдина есть. Так. Теперь нам нужно... Нам нужно... Что нам нужно? Теперь в Баревич. В Баревич. Едем в Баревич. Так, едем в Баревич. В Баревич у нас что? Нам нужно, короче, лёд. Отдаём сейчас Барману лёд. Пусочки льда Барману. И... Так, здорово. Лёд прибыл. Наречивый парень. Лёд-то растаял. Но мы же в кипящем аду. Есть какой-то специальный контейнер. Ваша задача, ваша проблема. Почему каждый баррель ведёт, словно хозяин заведения? Лёд, говорит, растаял. Ага, прикольно. Нам нужна какая-то ёмкость. Я не могу сюда, да нет, ничего, сфоткать. А, подожди, может быть, флюгер сюда? Нет, не получится. А, вообще не получится туда ничего применить. Понял. Так, а подожди, может быть, Димон чё-нибудь схватит? Нет, пустой стакан. Так, а телефон? Ну, он просто сфоткает, да? Тут ничего такого не будет. Блин. Шарик, странный чувак. А, подожди. Ну, ладно. Блин, нам нужно, короче, как-то лёд перенести. Нам нужно, короче, какой-то... А, слушай, может, какое-то ведёрко нам нужно? А пойдём-ка к этому. У него ведро уже было. Помнишь, у этого, у Дока? Который внизу там был. Может, он... А в лаву мы пока не можем, потому что лава закрыта, да? А ещё чё-то с рельсами можем. А, подожди. Тихо. Нет. Нет, Димон. Нет. А вот так? Всё будет? Он опять просто тупо сфоткает? Ну, блин, нет, это не круто. Так, ладно, пойдём, короче. Тут ещё есть пёс. Нет, пёса уже нет, увидишь. А вот этот есть вахтёр. Да-да-да-да-да, всё. Он не говорит, отстань. Так, погнали тогда туда. У него было ведро. Может быть, ведёрко получится у нас за... А как у него ведро это отнять? Хрен его знает. Так, здорово, братала. Дай ведро, ведёрко, пожалуйста. Не, хрен. Эээ... Он про каких-то муравей... Муравьёв я, по-моему, рассказывал. Так, ладно, подожди. Может быть, в пустой стакан засунем? Пойдём попробуем, короче. Пустой стакан. Эээ... Он ещё будет отвлечь этого, Оно, который Оно. Его нужно чём-то отвлечь. Так, лёд опять появился. Да, значит... Может, чё-то с рукой надо сделать? Так. Нет. Да ладно. Если твоя кожа выдерживает жару, значит, и холод тоже блокирует. Ты не заставишь меня нырнуть теперь в снег. Остынь. Я говорю о сохранении холода внутри. Держи этот кусок, но смотри, не глотай. Блин, серьёзно, я... Да, да, я знаю всё, что ты обо мне скажешь. И серьёзно, я... Если бы я... Я чуть случайно нажал этого дупня. Теперь мы узнаем, что он как ведёрка у нас. Это угар. Так, погнали в Боревич. Погнали в Боревич. Попробуем в Боревич. Так, теперь мы достали... Правильно, ты же достаёшь... Лёд в Димоне, на. Держи, мистер коктейль. Экспресс доставка. Адски быстрая. В специальном контейнере. Бульк. С отпустом настоящего мужчины. Я подавал напитки и похуже. Вот ваш коктейль. Передавайте от меня привет. Так, шикарно. Мы берём коктейль. Хорошо. Так, подожди. Стакан музыкальный ещё инстру... Ой, подожди. А, всё? С ним уже всё. У него ничего нет. А что с музыкальным автоматом? Подожди. А нельзя вот так добавить телефон? Вот так? Нет? У нас же там была запись игровая. Блин, нет. Ладно, так, давай-ка с тобой. А, в смысле, бывай. А, коктейль? В смысле? Нет. Не понял. Это плохая выбора. Был. Почему бывай? А это... Так, нет, подожди. Всё, да? А что нужно с охранником? Я же здесь... Ничего не понял. Нет. Нет. Это плохая выбора. Это комбинатор. Думай. Подожди. А что не так-то? О, опять... А, ну вот, ну а сейчас... Нет. А что за бред? Спокойся, приятель. Это для твоего босса. Да, я понял. Нужно было не с ним базарить, а просто зайти в дверь. У-ля-ля. Рыжая бестия. Ля-ля. Привет, я уже ждала вас. Я вся ваша. Мальчики. Начинай, Анжела. Почему я? Я прокатил разговорок с видеокамерами. Так. Так. Значит, что у нас тут есть? У нас тут есть только три варианта. Так, здесь. Здесь только выход. Это кто там внизу? Понятно. Собачка. Эффективная диета, худышка. Скелет. Пластмасса. Так везде в наше время. Даже в главном кабинете ада. Так. Давай с ним поговорим. Дьяволка. Здравствуйте, мадам. Или мадемуазель. Мы и я, мой, я и мой друг пришли к вам за помощью. Чувствуешь неловкость, спрашивая решения у дьявола? Типа того. Такое случается гораздо чаще, чем ты думаешь. Темная сторона всегда сильнее. Легче в освоении и более эффективна. Да и выглядит привлекательно, не так ли? Мужчины всегда опасаются властных женщин. И привлекательных тоже. Я могу выглядеть, как ты захочешь. Никогда не знаешь реального лица дьявола. То же самое про всех женщин. Хороший у вас кабинет и все такое. Но нам как бы пора из ада. Вы же нас выпустите? Конечно, дорогуша. Я могу дать тебе особый билет домой. Но в обмен на что-то, да? Всего лишь другую душу. Или служи мне вечно за пределами ада в своем мире. А как вам служить? Убить кого-то? Предать? Предать? Рекламируйте онлайн-казино? В спорной ситуации промолчи, и я держу вверх. А вот та машина стены может поглощать души. Скормите ей одну, и ваш выход из ада будет оплачен. Машина сама выдаст вам билет. Ух ты! А ты такой продвинутый. Я всегда таким был, дорогой. И тебе здесь всегда рады. Кстати, если вдруг вы попадете в рай, передавайте привет Михаилу. Она взяла и пропала. Как практически каждая девушка после беседы со мной. Опа. Что это было? Эй, парни, подойди сюда! И сходите в настоящую сделку! Так. У нас гендир появился. Говорящий ковер? Че тебе надо? Слушайте, парни. Вы общались с дьяволом. Вы думаете, она была полностью откровенна? Ну, мы же в аду. И договор звучит правдиво. Это Айсла и разумный, молодой человек. На фото выставы. Она дьявол. А я нет. Че предложили, предпочтешь? Че бы нам доверять чувака с пола дьявола? Ребята в таких модных костюмах всегда думают только о себе. Не в этот раз. Я был гендиректором больших корпораций. Моя девиза была, вижу цель, не вижу препятствий. Я взлетал все выше и выше. И любой ценой становился богаче и богаче. Визнес, это война, мальчики. Обмануть, заманить, запутать. Это я уже слышал. Это истина. Мы все эгоисты. Просто не хватает храбрости признать. Я же использовал это как движущую силу. А-а-а. И попал в ад. Мои дорогие партнеры подставили меня. Дискредитировали и в конце концов отравили. Так, слушаем. Так че, что это ману дьявола? Мой любимый сыночек остался в том мире. Бедный мальчик, один из джунглях бизнеса. Я обучал его всему, что знал. Но вокруг кровожадные акулы. И те, что отправили меня сюда. Скажите ему, что у меня припрятаны их грязной обелишкой в статуэтке царя Мидоса. Нет проблем, босс. Но как к нему попасть нам? Найдите решение. Или мне с тобой все сделать. И не надеете меня одуречить. Спросите сына о главных словах. Это будет нашей кодовой фразой. Так, хорошо. Не провожай. Так, собака, подожди. Подожди, подожди, подожди. У нас есть несколько штучек. Хорошо. Тебя? Будешь коктейль? Нет. Так, флюгер. Нет. Нет. Нет, нам нужно что-то сделать в этой... Нам нужно сделать что-то в этой локации, потому что в других локациях мы все уже сделали. О! Вот стой стакан. Нет. А, еще есть самурай. Услышать японщину от рыбы... Это неожиданно. Это была моя родина. Я лишился ее, но не своей чести. Ты был каким-то секьюрити, типа, да? Я был тенью своего дэймммё. Его самый верный человеком. Его охраной. Типа самурай? Точно, самурай. Блин, непросто бы придется. Но разве ты уже не умер? Но разве ты уже не умер, раз находишься здесь? Только мое тело, но не дух. Когда мой господин умер, остатки оказались здесь. Моим долгом было последовать за ним. Я чувствую на себе вину за его смерть. И единственный путь освободить мой дух... Сакральная смерть. Так может, тебя просто убить? Просто мысль. Я должен совершить все сам. Но всей жизни это невозможно. У меня нет рук. И комната духонепроницаемая. Это душа не может прокинуть этих стен. Так. А, я это все-все-все. Все-все-все-все-все. Нам нужно достать руку, чтобы его... Чтобы он его... Нам нужно, короче, ту ледяную руку, короче, как-то достать. Как это сделать, я пока не понимаю. Так, подожди, а тут что, душа мат? Душа мат. Каждый раз, подходя к банкомату, буду вспоминать, что... Он тоже стоит... И станешь бояться линейные деньги? Ну... Нет. Так, банкомат. Подожди, я могу на тебя нажать-то как-то? А как, подожди, тут ничего типа нету? Тут просто в ожидании души, типа сюда кидаем что-то, да. Спустой стакан, нет. Так, ладно, нам нужен этот... Пластик. Пластмасса, да, да-да-да. Так, подожди, флюгер мы делали. Так, стоп, стоп, стоп. Так, коктейль, скорее всего, на этого нужно будет сейчас. Так, пойдем-ка, за шариком. Скорее всего, коктейль нужно будет вот сейчас на него сделать. Нет, это не будет. Так, немножко. Здорово, брателло. А, тут нет... А пойдем, короче, коктейль сделаем в этот, реинкарнаторе. Может быть, что-то получится? Пик. Нет, получится. Так, коктейль. Плохой выбор. Нет, это мы делали. Флюгер. То есть, стакан. Нет. Так, погнали. Лед. Лед больше не можем сделать, да? Да, исчезла эта штука. Так, этот у нас еще есть. Значит, он зачем-то нам пригодится. Адский вокзал, пойдем... А, стоп, может быть, открылся лава? Открылся лава? По-русски. Стой. Так, погнали тогда в этот, в дом. Может быть, это Сони там что-нибудь нужно будет. Можно будет сделать. А тут еще у нас танк есть, да? В принципе. Нет, смотри, президент... Да нет же же. Президент и собака сидят, значит... Значит-то... Значит-то все нормально. Значит, они еще будут нам нужны. В танк. А, вот этот чел в курсе. Погнали, кстати. Про танк его спросим. Нет, это же... Это все было. Нет, не то. Так, а адских собак? Ничего нам не даст? Так, окей, а коктейль? Удочки больше нет. Погнали тогда до этой Сары, или как она там, с Сони была. Так, пока непонятно, что надо делать. Так, дверь. Ну и антенна, да, у нас остается? А, еще паутина. О, дверь открылась! Ёптель-моптель, смотри, как классно. Грабь только богатых. Ты... Сохни, тевань, чьи крысы. Хе-хе-хе. Эй, птичка! Руби-бошки, хватай золото! Сдохните, вонючие крысы! Так, что тут у нас? Да, отстань ты, слышь. Так, есть кресло. Че в кресле? Прислаживайтесь. А я включу электричество. Кто это сказал? А кто должен был? Хозяин дома. Ну привет вам, незваные гости. Не нравится мне это место, дружище. Внутром чё и плохое. Конечно, не нравится. Цифровой мир для вас ничто. Жалкие, ничтожные людишки Вау-вау-вау, следи за языком У меня почти миллион подписчиков Я не такой, как мой друг Без обид, Димон, ты крутой Сдохните, вонючие крысы, сдохните А че, с хакером можно пообщаться? Можно с тобой, типа, побеседовать? А, без проблем Правда, не уверен в твоих собственных способностях Чтобы общаться со мной Пожалуйста, Анджело, можно мой кулак поцелует его все его морды? Ты как эта программа, вроде как в Матрице? Невероятно разумный чат-бот? И не очень хороший, а воспитанный Ммм, ты заставил меня задуматься Неожиданно Парадокс, но я не бот И одновременно он Точнее, стал им Я был тем Кого не очень разбирающиеся в компьютерах Зовут хакером А, да, моя тетя называла меня хакером За то, что я помог выложить фото Когда-то я все-таки умер Кто-то решил, что мое место в аду За взлом программ Но кому Я думаю, я понравился И он дал мне идеальное тело Цифровое Это что, из газонокосильщика теперь начало Из всех фильмов будут Приколы какие-то, да? Нам нужна помощь Окей, хакер, нам нужна твоя помощь И здесь я все точнее, человек Нам очень помог бы твой портал Мир живет Позарез надо передать сообщение одному человеку Это возможно Но вначале выполните для меня кое-какую работу Проклятый ад! Все, что я здесь делаю, это работу Одному из деревьев в моем саду нужно больше света Разберитесь с этим Ага Так В саду А еще можно у тебя кое-что спросить? Не, ладно Так Что здесь еще есть? Это что у нас? Попугай еще? Ну попугай еще у нас Он вроде ничего не дает, да? Я понял Жуткая машина Что она делает? Похоже на какой-то дизизинкратер Или на выми гигантской киберкоровы Так, а ты не хочешь туда слетать? Понял Плюгер Понял Пустой Нет Так, холодильник, погнали Ёшкин кот Какая офигенная идея Какая идея? Замораживайся электронику и съедай полжа Ты можешь остужать свою еду и свою ферму одновременно Что эта штука может делать? Понять не имею Что-то там с нулями и единицами И увеличивай твой счет за электричество Хм, мы что-то подобрали Все, больше ничего здесь нельзя сделать Так, а, смотри, жутко А, нет Стоп Клиновым Что это такое? Чип? Чип? Пам-пам-пам-пам-пам-пам То есть ничего не делает полезного? Как раз наоборот Адский кофе отстой Так что я укропляю его так, как надо Ты сказал про портал? Куда? В мир живых А можешь меня туда переправить, пожалуйста? Для собоих? Нет, телепортация временная Я использую, чтобы заказать удобрения для сада и прочие штуки Можете взглянуть Так, сад Он говорил, какое-то дерево Нужно очистить Опа Кульк Круто Скорее бы наши курьеры сделали такое Селитра Эй, Димон, что там за белый порошок? А что спрашиваешь меня? Я понятия не имею Это не мое Спокойно, друг Дай-ка прочту на мешке Ай, всего лишь удобрение Селитра Давай перехватим чуток Я слушал ее как-то использовать во взрывчатке Так, селитру еще взяли Хорошо, так А что мы еще здесь можем сделать? Да я что-то не понимаю А, вот, вот это, дерево Скажи своему хозяину Что слишком много света и твоя кожа же состарится Ты раз не смотришь бьюти-блоги? А, может быть фильтр для насоса надо это Починить Починить В смысле обратно, нет? Насос захребнулся деньгами А я не могу их забрать? Не могу Так, значит надо что-то придумать А что нужно придумать? А фонарь еще? Ну и как подать сюда энергию? Так, а может быть Это плохой выбор Поверьте мне В плохих выборах я очень хорош Я понял тебя Насос 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 Прошло Я наверное закончил эту серию на этом моменте Если понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал С вами был Шмэга Всего вам Ангельского И демонического Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok